Совсем недавно у музейно-выставочного комплекса Новый Иерусалим появился светофор. Казалось бы, что плохого в светофоре? Да не тут-то было. Соцсети были взорваны возмущенными пешеходами и водителями. На портал Добродел поступило предложение отрегулировать работу светофора, перевести его в желтый мигающий цвет в период с 6 часов вечера до 9 часов утра. Новый светофор помимо встречного движения регулирует въезд-выезд от музея. На это отводится 30 секунд плюс 15 секунд для пешеходов. В это время две встречные полосы стоят, что доставляет дискомфорт водителям во вне рабочее время музейно-выставочного комплекса. Светофор, по моему мнению, тут не нужен, потому что раньше сколько времени его тут не было, и все спокойно разъезжались, и никаких проблем не было, ни аварий, никого не сбивали тут. А сейчас его поставили, и постоянно стоят машины, что-то ждут. Неудобно. А почему? Ну, здесь поворот, сюда столько машин не идут. То есть зря стоите, получается? Получается, да, и долгие очень. А вы здесь часто ездите? Да, я живу в Алёханово. А как вам светофор? Не очень. Раньше было лучше. А почему неудобно со светофором? Долгое время. Надо, чтобы побыстрее он работал. А в какое время вы здесь ездите в основном? Либо с утра, либо вечером. Ну, на работу, получается. Пробок много здесь из-за светофора? Прилично. С утра особенно. Выезжая из музея в сторону монастыря, долгое время горит запрещающий сигнал. В это же время красный горит у правой полосы и пешеходов. То есть препятствий для выезда нет, кроме сигнала светофора. Водители, не любящие терять времени даром, поворачивают в сторону города на запрещающий. Многие предполагают, что в дачный период здешняя пробка окончательно парализует центр Истры. Это удобно, когда там автобусы ездят с детьми, да, и достаточно много народу посещает музей. Тем более сейчас везде с новыми проектами. С человеческой точки зрения, конечно, не против, если это действительно там мешает и людям неудобно. Наверное, надо обратиться в Минтранс или ДПС, да, кто регулирует движение, как раз управление по этому. Напомним, что данный светофор появился рядом с объектом культурного наследия в ходе реконструкции участка через реку. Обошлось обновление в 188 миллионов рублей. Государственным заказчиком выступает областная дирекция дорожного строительства, которая сообщает, что изменение режимов работы светофоров будет рассмотрено после передачи объекта в управление МОЗ «Автодора». Дирекция дорожного строительства уже передала документацию МОЗ «Автодору». Остается надеяться, что после передачи объекта голос народа будет услышан.